Аким области Айдарбек Сапаров с рабочей поездкой посетил район Махжана Жумабаева. Там он посетил ряд социально значимых объектов и пообщался с местным населением. Узнал их на болевшие проблемы. Подробности далее. Аким области Айдарбек Сапаров с рабочей поездкой посетил район Махжана Жумабаева. Здесь за три года отремонтировали 239 километров дорог на общую сумму 7,8 миллиардов тенге. Почти 3 миллиарда тенге выделили в этом году на ремонт 55 километров дорог, докладывает Аким района Кайратумаров. Один из проектов – средний ремонт автодороги районного значения подъезд к селу Ганькино на 2,8 километров. Сумма проекта составила 159,3 миллиона тенге. Занимается работами подрядная организация ТО «Стройдорсервис». Начали где-то работу месяц назад и планируем в июле уже все полностью сдать в эксплуатацию. Устранение пучин. Дальше у нас идет по проекту 15 сантиметров рестаклирования с добавлением цемента. И поверх будет ложиться 6 сантиметров асфальта медказвернства. Проект должны были сдать 30 июня. Но, по словам подрядчика, этому поменьшали дожди и затянувшаяся поставка стройматериала. Айдарбек Сапаров поручил Акиму района взять работу на контроль, а также строго проследить за качеством дорожного полотна технодзору ТО «Есильстройэкспертиза». Работы закончить нужно до 15 июля, подытожил Айдарбек Сапаров. Далее глава региона встретился с населением села Чистовского. С докладами выступили Акиму округа и руководители хозяйства. В свою очередь у сельчан вопросов руководству накопилось немало. У меня вопрос по освещению. Да, на центральных улицах стоят столбы с фонарями и имеется освещение. Но, к сожалению, на окраинах села, где в основном основная масса жителей пенсионного возраста, освещение, к сожалению, отсутствует. Будет ли отремонтирована наша водонапорная башня? Под башню сделали, но обследовав саму башню, она, получается, находится в аварийном состоянии. Наше видение такое, что ее требуется полная замена. Свой ресурс она уже истощила. Точно так же, как и сельская дорога к школе. Но зато свой ресурс не истощила детская площадка. Ее в селе просто-напросто никогда не было. Если не считать пару советских качелей у школы. Точно такая же история и с заброшенным домом культуры. На балансе местного хозяйства есть немало объектов, так же, как и немало обязательств перед народом. Однако ВОЗ и ныне там. Дух советских времен еще витает в Чистовском. А еще все так же протекает крыша в местной врачебной амбулатории. Аким области выслушал все чаяния народа и дал поручения. Выделить средства на асфальтирование центральной улицы, на ремонт кровли в врачебной амбулатории и установку детской площадки. Местному ЖТО необходимо взяться за капитальный ремонт сельского клуба. Решить вопросы по водоснабжению и освещению. Далее Аким области направился в детский оздоровительный лагерь «Березка», который начал свою работу в 2008 году. Там ребята поделились с главой региона своим распорядком дня и впечатлениями. Возу завтра в свободное время до 10-ти кружками занимаемся. А какие кружки здесь? Теннис, бады, боли, танцы, танцы и пение. 54 ребенка. С разных сельских округов, да? Да. С Карлугинского сельского округа, с города Булаева, с хлебороба, с казахской школы есть. Фурманские здесь дети. А также по Унински детский дом 10 человек сюда приехали. Мы ежегодно приглашаем с детского нашего дома детей для полноценного отдыха. Протяженность сезона 10 дней. 19 июня мы открыли первый сезон. За каждый отряд закоплены по два сотрудника вожатых и унински старший вожатый. Кружки по интересам ведут вожатые, а также сотрудники до пообразования. Айдарбек Сапаров проинспектировал корпуса, в которых проживают ребята, ознакомился с организацией «Досуга». Все, в свою очередь, продемонстрировали свои таланты. Воспитанница лагеря получила подарок из рук главы региона.